Всем привет! Это ежедневная сводка новостей Донбасса о войне в Украине. Я Кристина Терещенко и уже готова рассказать о ситуации по обе стороны линии фронта. Центр Донецка снова под обстрелом. Снаряды прилетели в гостиницу «Дружба», спорткомплекс, паркованных фигур и корпус университета экономики и торговли. Нет, там занимаются делом. Ну, до последнего еще не доменяют. Вот, кажись, прямое попадание в «Дружбу». И вот куда-то за звездочкой тоже прилет. Попадание в районе Студгородка, попадание в дом прямое. Осколки. Машины горят. О, как пилы окна в доме. Похуде, вот прямое попадание было в многоэтажку. Один упал рядышком, второй упал, и третий уже в дом. Он третий этаж, спортивный. Также в Горловке под обстрел попала первая больница. Повреждено отделение неврологии. Еще один снаряд разорвался у здания здоровительного центра водолечебница. Повреждены дома возле центрального рынка. Известно попадание в харцизский завод «Силур». Информации о пострадавших пока нет. В Донецкой области бои идут по всем направлениям. Самые ожесточенные по-прежнему на Бахмутском и Авдеевском. Коксохимический завод в городе полностью разбит. Административные здания остались без крыши и окон. Резервуары уничтожены. Окупанты не прекращают прицельный огонь по территории. Компания «Метинвест» заявляла о консервации «Коксохима» с мая этого года. Всего под обстрелами в эти сутки 9 населенных пунктов. Ночью российские войска обстреляли Константиновку. Удар пришелся по жилому району. Повреждены несколько многоквартирных домов. Вылетели окна. Разбита крыша. К счастью, никто не пострадал. Всего в области погибли 5 человек. Трое жителей Бахмута. По одному в Торецке и Нитайлова. После недавних взрывов на военных аэродромах Россия рассредоточила свою авиацию. По информации украинских воздушных сил, стратегическую дальнюю авиацию растянули, где ее можно обслуживать и где есть взлетно-посадочные полосы. Как показали спутниковые снимки с российской авиабазы в Рязанской области, исчезли до 10 бомбардировщиков. По аэродромам в РФ украинские войска били модифицированными советскими беспилотниками «Стриж». Об этом сообщает издание «Политика», ссылаясь на собственные источники. Это демонстрирует способность украинской оборонной промышленности к инновациям, даже если Россия покупает иранские дроны. И что важно, ВСУ способны наносить удары внутри российской территории. Отмечается, что ключевым фактором успеха здесь сыграл эффект неожиданности. Мощные взрывы сегодня снова звучали в России. В Москве загорелся гипермаркет, а в Барнауле комбинат, выпускающий шины для военной техники. В Белгороде тем временем тестируют сирены воздушной тревожи. Пока россияне привыкают к звукам сирены, кремлевский режим подписывает приговоры за рассказы о зверствах своих солдат. В Украине российскому оппозиционеру Илье Яшину присудили 8,5 лет колонии за якобы фейки против армии РФ. Дело против Яшина возбудили из-за стрима, в котором он рассказывал об убийствах мирных жителей в Буче во время российской оккупации. По версии московского суда, политик распространял, цитата, заведомо ложную информацию по мотивам политической ненависти, хотя знал, что Россия принимает меры по поддержанию мира и безопасности. Яшин свою вину не признал, кроме тюремного срока. Ему запретили в течение четырех лет после отбытия наказания пользоваться интернетом. В другом российском городе в это же время судят дезертира Вагнеровца. Тот обстрелял российских полицейских в Ростовской области. Якобы отстал от группы и не знал, что пересек границу. Боевик, бывший заключенный, отбывал наказание за кражу и разбой. Из колонии его завербовали в ЧВК Вагнера. В Луганской области россияне продолжают вести огонь по освобожденным населенным пунктам. В Невском уже не осталось ни одного уцелевшего дома. Вчера российская авиабомба упала во двор уже разрушенной школы. Жители не могут покинуть село из-за постоянных атак. Они вынуждены жить в подвалах. Больных под обстрелами эвакуируют бригаду скорой помощи. В поселках налаживается связь. Полицейские установили старлинки. При необходимости предоставляют мобильные телефоны, чтобы люди могли связаться с родными. А вот на оккупированной части области ситуация только обостряется. Кроме того, что пациентов в стационар отправляют домой, освобождая койку для раненых боевиков, еще и заканчиваются лекарства. Все препараты, которые завозят из России, идут на нужды оккупантов. Мирным жителям лекарств не достается. Все на сегодня, но мы продолжаем информировать вас в нашем телеграм-канале Дежурный по Донбассу. Если нравятся такие сводки, как это, то их выпускаем на Ютубе ежедневно. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok